Отчет администрации сельского поселения Развилковская традиционно начинается в фойе, где граждане могут напрямую пообщаться с представителями муниципальных служб и получить ответы на свои вопросы в режиме реального времени. Перед самым началом слушаний появляется глава Ленинского района. У него отношение к будущему отчету особое. Ввиду того, что в 2016 году полномочия по исполнительному органу были переданы в Ленинский муниципальный район, следовательно, я должен относиться самокритично к тому, какое будет сегодня обсуждение. Чтобы присутствовать на мероприятии могли все желающие, его назначают по окончании рабочего дня. В президиуме на сцене руководители поселковой и муниципальной исполнительной и законодательной властей. Первое слово взяла исполняющая обязанности главы сельского поселения Марина Комардина. Во вступлении она отметила, что прошедший год стал переходным к новой системе территориального управления, формированию и расходованию бюджета. Она напомнила, что в 2016 году полномочия администрации поселения осуществлялись структурными подразделениями муниципалитета. Большую роль во взаимодействии населения и районных служб играет многофункциональный центр «Мои документы», филиал которого расположен в здании администрации сельского поселения Развелковская. Количество обращений граждан в МФЦ увеличивается за последние годы в десятки раз. В конце 2016 года в структуру центра перешел паспорт и стол. Исполняющая обязанности отчиталась о доходных и расходных статьях бюджета, в частности, о поддержке муниципальных программ. По словам чиновницы, были проведены ремонт и реконструкция отдельных участков поселения. Велась социальная работа, активно поддерживались культура и спорт. Бюджет сельского поселения Развелковская на 2017-2019 год принят запалансированным по доходам и расходам. 71,8% расходов бюджета направлено в финансирование социальной сферы. Марина Комардина рассказала о реконструкции двух детских садов и строительстве в поселении школы искусств. Она озвучила планы на 2017 год по ремонту нескольких многоквартирных домов. В отчете администрации была также отражена критическая ситуация, сложившаяся в поселке нынешней зимой. В январе-феврале метр за метром шла очистка от снега и льда поселка Развелка. Силами МБУ проводят всевозможные мероприятия для нормализации и недопущения подобности ситуации впредь. В заключение исполняющая обязанности главы сельского поселения отчиталась о выполнении программ по спортивной и культурной работе. В работе с льготными категориями граждан озвучено решение социальных вопросов. В своем обращении к жителям Подмосковья 31 января этого года губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул, что идеология лидерства это удел сильных. Ее суть в работе на результат на каждом конкретном направлении. Уметь не только сохранить достигнутое, но и наращивать преимущества. В то же время мы прекрасно понимаем, что и нерешенных проблем еще очень много. Совместными усилиями нам предстоит изменить в лучшую сторону транспортную ситуацию, выполнить обустройство придомовых территорий, на качественный уровень поднять досуг населения. Это все то, что сделает поселок современным, комфортным для жителей и работ людей. Далее взял слово председатель Совета депутатов сельского поселения Развилковская Дмитрий Тимонин. В числе прочего, он обратил внимание собравшихся на сложности в работе законодательного органа поселения. Ситуация эта известна, но компромиссного решения пока нет. На сегодняшний день четыре депутата просто саботируют и не приходят на последние три заседания. Не представляют никаких оправдательных документов. Это Айсинг, Микляев, Лебедев, Зинин. В конце встречи перед жителями сельского поселения выступили представители законодательной и исполнительной властей Ленинского района. К главе муниципалитета Олегу Хромову традиционно было много вопросов от местных жителей, на которые он ответил в течение встречи. Много очень сделанное у нас в сельском поселении Развилковская, но на мой взгляд большое количество застаревших проблем, которые сложились десятилетиями, я это чувствую, потому что я провожу регулярные приемы жителей. Я это все слышу не из каких-то даже просто соцсетей, хотя и соцсети я тоже отслеживаю. И у нас в Развилке очень много активных пользователей, которые отражают свою позицию, и она является правдивой. И это все помогает в работе менять ситуацию в ту или иную сторону. По окончании официальной части прошло награждение активных работников культуры, спорта, социальной сферы, общественников сельского поселения Развилковская. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.